Война. День 412. Ситуация на фронтах. В последнее время новости о взрывах в России стали обыденностью. Российские чиновники отменяют военные парады на 9 мая в приграничных областях, опасаясь ударов по военным целям. Отчасти это ещё может быть связано с тем, что и техники, которую обычно показывают на этих парадах, особо и не осталось. Хотя, вероятно, для Москвы что-то таки должны найти. Восток. Идут локальные бои по линии Сватова-Кременная, но продвижений замечено не было. По слитым документам США отмечается, что всего на этом участке фронта протяжностью 193 км у россиян имеется 48 600 солдат, или 251 солдат на 1 км фронта. На правом берегу Северского Донца изменений не произошло. После многих месяцев боёв вокруг Бахмута, где главной целью россияне ставили окружение города, не преуспев в этом, они изменили тактику и перешли к излюбленному постепенному перемалыванию линии фронта с помощью авиации и артиллерии, и впоследствии занятий и руин своими войсками. Именно это сейчас наблюдается в Бахмуте, и у россиян тут наблюдается успех. В конце прошлой недели они захватили часть центра города. На этой неделе они закрепили свои достижения и продвинулись ещё дальше, оттеснив украинскую оборону. На данный момент Украина надёжно контролирует только районы к западу от железной дороги, которая отделяет центр города от западной стороны. Бои идут возле вокзала и стадиона «Авангард». Линии снабжения всё так же остаются под огневым контролем россиян, а украинские защитники теряют технику, которая по ним передвигается. В боях за город обе стороны несут большие потери, и на данный момент это наиболее насыщенный войсками участок фронта. Всего тут на 107 километров линии фронта у россиян 58 тысяч человек, или же 542 человека на один километр. К югу от Бахмута российские войска смогли занять несколько передовых позиций по ту сторону канала, северский Донец-Донбасс, по направлению Константиновке. В районе Авдеевки россияне пытаются атаковать с Красногоровки на север вдоль железной дороги, но безуспешно. На Авдеевском гляндарском участке фронта длиной 180 километров у россиян имеется 23 тысячи солдат, что составляет 128 человек на один километр. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта россияне продолжают укреплять эшелонированную оборону на южном направлении, так как это наиболее вероятное место для украинского наступления. Но поскольку активность боевых действий тут сильно ниже, на данный момент войск тут не так много. На участке от Пуглидара до Энергодара длиной 239 километров у россиян имеется 23 250 военных, или 97 солдат на километр фронта. А дальше вдоль Днепра насыщенность войск еще меньше. Так, на участке длиной 262 километра в распоряжении всего 15 600 человек, или же 59 солдат на один километр фронта. Но так как река служит естественной преградой, для обороны тут много войск и не нужно. Спасибо за просмотр, напоминаю, поддерживайте канал и видео лайками, комментариями, и не забывайте подписываться.